Вами Отца и Сын, и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, с 9 стиха, с 9 главы, с 18 стиха по 22. В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он просил их, за кого почитает Меня народ. Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Он строго приказал им никому не говорить о всем, сказав, что Сыну Человеческому должно много посредать и быть отвеженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, быть убитым и в третий день воскреснуть. Толкование. Господь, попрошая учеников, не спрашивает прямо, что они сами говорят, но прежде спрашивает о мнении народном, а потом о мнении уже их самих. Так поступает Он для того, чтобы показать несправедливость народной о Нем молвы и привести учеников к истинному понятию, что и было сделано. Тогда Петр предваряет прочих и, сделавшись устами всех, исповедует Его тем Христом Божиим, о Котором издавна проповедуется. Не просто Христом Божиим назвал Его, но тем Христом Божиим, Который есть, собственно, Христос Божий, ибо многие были помазаны, но Христос помазаний Божий есть единый и единственный. Евангелие от Луки, 9 главы, 23 по 27 стихи. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвегни себя, возьми крест свой и следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою беречь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользу человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе, ибо кто последится Меня и Моих слов, того и Сын Человеческий последится, когда придет во славе своей и отца и святых ангелов. Говорю же вам, истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как же увидят Царствие Божие крестом. Крестом называют толкование. Крестом называют здесь смерть самую поносную, ибо не было иной так бесславной смерти, как самую смерть на кресте. И так он объявляет, что тот, кто желает быть учеником его, должен умереть смертью неславной, но поносной, будет убит, как осужденный. Если кто захочет жить по-мирскому, тот умрет душой. Христа стыдится тот, кто говорит, как я буду веровать в распятого и поруганного Бога. Тот стыдится и слов его, кто глумится над простотой Евангелия. Господь постыдится такового во славе своей, то есть во второе пришествие. Он говорит, как бы так, как домовладыка, имея лукавого раба, стыдится звать его своим рабом, так и я постыжусь наименовать своим рабом того, кто отрекется от меня. Отрекся. Оттрекся от меня. Говорит несколько... Есть, говорит. Есть, говорит, несколько таких, Иоанн, Петр и Яков, которые не умрут, прежде чем увидят, в какой славе будут мои исповедники. А увидят они это во время преображения. Иоанн, Петр и Яков, Достаточно. Ну, что, Несторж, что тебе запомнилось? Мне запомнилось то, что Иисус... Сейчас, дадите, запомню. Первую строчку. Так. Ну, Василий, что можешь сказать? Тебе что запомнилось из прочитанного? Ну, то, что Господь говорит, кто не умрет по плоти, кто-то умрет в душу. Ну, а как ты это понимаешь? Ну, как понимаешь? Ну, кто не положит душу свою за друзей своих? Как это? Ну, жизнь свою за друзей своих. Ты что, значит, на войну надо идти в Донбасс? На какую войну? Ну, душу как положить-то за друзей своих? Ну, по примеру Господу. По примеру Господа. Господь брал оружие, воевал. Нет. Нет. А что он делал? Как он душу свою... Ну, словом, с дьяволом он воевал. Словом, с дьяволом. Убил его. Убил дьявола? Ну. Повернул. Повернул его. В гиену огненно. Уже. Значит, вот по телевизору... Ну, заключил его. Почему по телевизору не берет? В темницу. Заключил в темницу. Связал, сковал. Ну, сковал. На тысячу лет, а ты говоришь, в озеро повергнул. В озеро еще не повернут. Это во второе пришествие будет повернуто. Ну, не осталось чего-то. В руку тянул. Там было написано, кто умрет за меня, тот сохранит душу. А кто не умрет за меня, тот не сохранит. То есть, кто будет беречь душу и не умрет ради Христа, тот ее погубит и не войдет в старствие Божие. А кто умрет в мучительной смерти за Христа, тот войдет в рай и будет спасен. Василий Николаевич, правильно Нестор толкует? Правильно. Согласен с ним? Согласен. Вот этими словами, то есть, он, еще, как в Писании говорится, не бойтесь убивающих тела, души же не могут их погубить. Но бойтесь же того, кто и душу, и тело может гиену огненную вернуть Богу. Вопросы есть? Пока нет. Ну, вот у меня вопрос, ты говоришь, кто, что значит, кто захочет душу свою сберечь, то есть, не войдет в старство, как сберечь? Ну, когда тебя будут мучиться, ну, начать, начинать мучиться, мучить, то ты сразу отречешься от Бога, как будто его не было. А те, кто не отрекся, и мучились, и умерли, те войдут в царствие. А те, кто не не мучились даже, а просто отреклись от Бога, те, кто не войдет в царствие Божие. Василий Николаевич, правильно он рассказывал? Правильно. Правильно. Ну, а сегодня у нас мучают кого в России? Христиан? Пока нет, но это ненадолго. Ненадолго. Ну, а так вот, если тебя поймают, Нестор, и мучить начнешь, есть у тебя мужество не отречься от Христа? Или испугаешься? Не знаю. Не знаешь. Все может быть. Все может быть, чего не может быть. А ты, Василий, если мучить начнут, устоишь. Да, надо. Слово Боли поплотнее изучать. Веру подкрепляет. То есть, тот, кто твердо верит, тот устоит. Укол веры шаткая, тот может отречься. Да. Правильно я говорю, Василий Николаевич? Правильно. Поэтому мы вот каждый день берем, Евангелие читаем, и вера наша укрепляется. Так? Так. Василий, укрепляется у тебя вера-то? Не будьте, как тростью уклоняющаяся. Так, ага. Так Господь говорит. Трость, колеблемая ветром. Ну, колеблемая ветром. Что значит, колеблемая ветром? Ну, нет, не твердая вера. Не твердая вера. Сегодня направо, завтра налево колеблется, туда-сюда. Сегодня верю, завтра не верю. Здесь верю, здесь не верю. Господь призывает нас быть твердыми в вере. Он нам дал пример, он был верным до смерти, и смерти какой? Крестный. Что значит, Нестор, крестный? На кресте. Ну, на кресте. А, кого на крестах распинали? Креста пишутся. Нет, но его же могли. Разбойников. Вот. Она считалась поносной, то есть, позорной. То есть, самых таких отъявленных негодяев. Писание говорится, и к злодеям причтем. То есть, по правую, по левую сторону были у него разбойники. Так, ну, включи экран. Что там еще можно для себя взять? Вот. Тут Христа стыдится тот, кто говорит, как я буду веровать в распятого и поруганного Бога. Вот. Как вот. Многие же стыдятся. Кого вы верите, его распяли? Что это за Бог такой, который некоторые говорят, разве бы Бог позволил сына своего распять? Он не умирал. Он живым взят на небо. Есть такие люди, которые так утверждают. Что это значит они? Стыдятся веровать в распятого? Да, Василий? Мирские люди. Мирские люди. А мы почему не стыдимся? Потому что Иисус Сын Бога. И Он распялся за нас. Иисус. За наши грехи. Мы не погибли. Кровью Своей мы наши грехи. Поэтому мы Его не стыдимся, а напротив благодарны Ему. Мы в это верим. А другие-то почему стыдятся? как ты Нестор считаешь? Это загадка 20 века. Загадка 20 века. А у тебя Василий? Они не понимают, что Бог Наш Творец. Они просто не понимают, что Иисус умер за их грехи. Они не верят. Они думают, что Иисус пришел за верующими, а за неверующими нет. Хотя на самом деле все наоборот. Он пришел спасти неверующих. Верующим запутался. Нездоровые имеют нужду врачи, но больные. Это ты хотел сказать. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Они каются не хотят, эти неверующие. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что почему, Василий? Стена перед ними. Не помнишь? Ну, потому что как в Писании написано. Полюбили тьму. Да. Люди более люди, а что значит полюбили тьму? Мы уже жили потому что дела их были злобные и лживые. Да. они полюбили во тьме жить. Что значит во тьме жить? То есть жить не в Боге, а с дьяволом. А что значит жить в Боге? Что значит жить с дьяволом? В Боге это значит жить, в Боге это значит веровать и не сомневаться в Боге. А жить с демоном значит грешить и гнать христиан. Василий, а что значит грешить? Что это такое понятие грешить? Грешить значит дьявол ослужить. Ну каким образом? Ну как распознать человека, который Богу служит, который дьяволу? Какой критерий? Ну развратные дела все которые не соблюдают 10 заповедей. 10 заповедей заповедей да критерии Божии. Какие несколько заповедей? Не делай себе кумира ну хорошо подожди Василий это вторую заповедь а первая люби Господа Бога больше чем родных и даже мать это уже в Евангелии сказано возлюбив Господа Бога твоего всем сердцем твоим всем разумею всем крепостью ну да и Господь правильно говорит кто возлюбит отца или мать более нежели меня не достоин меня но это вовсе не значит что теперь родителей нужно не почитать не помогать ну это первая заповедь Бога да но а нас с другой не противоречит почитая отца и мать если родители верующие не препятствуют ходить в церковь то нужно их почитать но если же они препятствуют то Господь тогда говорит нужно выбрать меня Господа нежели родителей неверующих отойти от них вот ну вторая заповедь Несторш сказал не делай себе кумира сейчас люди делают себе много кумиров например люди которые выступают ну поют они из них себе делают кумиров и ну ну Василий что значит не делай себе кумира мир ну прославлять начальника генерального секретаря КПСС вместо Бога еще Нестор это значит поклоняться другим богам то есть не настоящему богу а другим например из дерева сделать себе какую-то статую и поклоняться ей как как этот грех называется поклонение статуе это ида идолопоклонство сегодня чему только не поклоняются какие примеры идолопоклонства корова корова священное животное в Индии еще какие животные которым поклоняются нет про чем вчера смотрели собакам да собакам строят им приюты они еще говорят что люди это собаки а собаки это не животные то есть люди животные а собаки нет они так переделывают то есть поклонение собакам перерастает в ненависть к людям то есть этот грех цепляет за себя другой грех грех убийства вот такая третья заповедь Василий помнишь помнишь но ты не сейчас пытаюсь вспомнить не произноси не произноси ложного свидетеля что она близнет это не третья нет не произноси имя Господа Бога твоего напрасно господня с наказали того кто произносит его имя напрасно как это Василий понимать ну то есть устами любить Господа а сердцем быть далеким от него а ты глубоко коп капнул наконец-то некоторые люди сейчас очень часто говорят ой господи ой господи а имя Господа Бога произносить напрасно нельзя его надо использовать в просьбе в молитве или в благодарности ну никак просто так в суете правильно Василий Андрюш толковал ну а четвертое заповедь почитается и мать нет первые четыре заповеди они идут относительно Бога а потом с пятой помни день субботний совершенно верно чтобы святить его вот что значит помни день субботний Василий для познания Слова Божьего не суетить познавать изучать Слово Гожьего но в пятницу если я захочу поизучать ну в пятницу дела суетные примешиваются то есть субботу нужно полностью посвятить Слово Божьем идти в храм не работать не трудиться что значит суббота это значит как переводится суббота покой Бог отделил человеку 6 дней работы то есть когда он будет работать безустанно а в седьмой день он дал человеку для того чтобы он в этот день не работал а только изучал Слово его Слово Библию и ничего другого нельзя делать ветхозаветная суббота образно указывала на что на воскресенье поэтому воскресенье Христос воскрес и мы воскресенье не работаем идем в храм пятая заповедь ну ладно это мое следующее занятие следующие заповеди завтра повторим благодарим Бога слава тебе Боже наш слава тебе аминь аминь аминь